Я рада приветствовать полковника запаса вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Светана. Роман, здравствуйте. Желаю здоровья. Конечно, знаете, Роман, если ты не способен сделать хорошую армию, если ты не способен построить хорошее оружие, ну, то что можно ожидать, в общем-то, от революции? Она будет у тебя и переворот ровно такая же. Это, конечно, я так очень кратко пересказываю свои ощущения после несостоявшегося похода Пригожина на Москву. Американские аналитики и чиновники ожидали другого результата от мятежа Пригожина, пишет CNN. Военные аналитики США прогнозировали серьезное сопротивление со стороны войск Министерства обороны Российской Федерации колоннам ЧВК Вагнера. Удивление от реакции регулярных войск усугубляет тот факт, с какой скоростью с Пригожиным удалось заключить соглашение. Наши оценки были такие. Все происходящее будет более жестким и кровавым, чем вышло на самом деле, сообщает один из источников CNN. Тем временем сегодня выяснилось, что с Пригожина не сняли уголовное дело об организации вооруженного мятежа, сообщает коммерсант со ссылкой на источники ФСБ. На утро 26 июня уголовное дело продолжает расследоваться следователем Следственного управления ФСБ России. Роман, очень много за эти дни появилось различных версий и вариаций на тему, что это могло быть. От того, что это было придумано и инспирировано Кремлем, до того, что угрожали Пригожину расправой над его семьей и близкими. Именно поэтому он остановился. В общем, разное было. Что вы, как человек военный, увидели в этом походе на Москву и почему, собственно, ничего не увенчалось успехом? Ну, какая страна, такие перевороты. Тут уж ничего не скажешь. Это уже заезженная фраза, но, тем не менее, с нее лучше начинать. Потому ничего эта страна не может родить нормального. Для того, чтобы можно было сказать о чем-то законченном. Они все начинают и бросают. На полпути примерно. Все начинается, бросается, кидаются из стороны в сторону. Не знают, как себя вести. За что хвататься, куда бежать. Изначально это выглядело однозначно как розыгрыш. То есть розыгрыш, это вот если бы надо было провести занятия, такие методические занятия по уходу с линии фронта и не прослыванию дезертиром, вот эти практические занятия где-то и провел Пригожин. Сначала неделю надо будет рассказывать о том, что где-то там коррупция, начиная от яиц по 17 гривен и заканчивая шайгу оленеводом. То есть, а дальше собраться, пожарить шашлыки, развести костерок, пожарили шашлычки. После этого снять этот разрушенный костерок, сказать, что по тебе ударили. Выдвинуться в сторону Москвы по самому неудобному маршруту. Почему неудобный? С юга маршрута Москву двигаться нельзя. Помните, мы с вами говорили, крайне пуганных идиотов. Так это направление на Брянск. Это с Брянска заходить на Москву и со Смоленска можно так по трассам, по маршрутам. Так как там нет ни одной практически реки или моста, где можно было остановить движение войск. Вот с Беларуси можно заходить, допустим, если через Брянск и через Смоленск. А вот с юга это движение останавливается рекой Ака. Есть такая река, она довольно-таки широкая. Это не переплюйка. И вот со стороны с юга по Дону, если идти, то в районе Каширы там есть мост. Восточнее в Коломне мост через реку Ака. Западнее опять еще один вход есть. Серпухов. Там тоже мост. Так вот остановить любую колонну и любое движение с юга можно, перекрыв эти мосты вдоль реки Аки. Любую колонну. Потому что само движение с юга, я просто смотрел, когда же они отвернут на Брянск. Вот если бы они отвернули где-то от Воронежа, пошли на Брянск, тогда с этого направления можно было бы зайти в Москву. Они пошли дальше на Липецк. Это однозначно уже. Ну поели где-то там что-то в Липецкой фабрике понаходили. Ну а дальше движения точно никакого не будет. Их бы в районе Каширы, их бы там бы и приговорили. Всех и вся. Потому это все было изначально фарс. Единственное, этот фарс пошел не по плану, когда один, скорее всего, командир панциря, упоротый ПВОшник, начал сшибать все, что шевелится. Задача российских войск, да и вообще, наверное, советских еще оттуда осталось. Пей все, что горит, ешь все, что пахнет и стреляй во все, что шевелится. Вот как только началось движение авиации, причем там довольно-таки легкие борта были. Ми-8 звеноди, четыре борта Ми-8. Ил-22 это вообще сарай с крыльями, командный пункт летающий. И два только борта более-менее, это К-52 и Ми-35, которые они завалили. А все остальное, это больше для декорации. Да и эти борта, и К-52, и Ми-35, то есть никакой проблемы не несли колонне. Скорее всего, улетели или навстречу с девушкой, или пивка попить где-то. То есть не выполняли боевые задачи. Они их завалили. И вот после того, как 7 бортов упало, вот здесь вот все оно пошло уже не так. И дальше включился механизм, скорее всего, вытаскивания из этого болота, куда вся эта толпа попала вместе с режиссерами, с актерами, с подпевкой и со всем остальным. Прилетел волшебник на голубом вертолете, Лукашенко, позвонил, выдернул, вроде как остановил все это движение. То есть изначально плохо выполненная постановка. Они даже не то, что мятеж не могут выполнить, они даже постановочно разыграть его не могут. То есть вот такая не могут, вот такая страна. Какая страна, такие сценки. А вот что дальше будет, будет очень интересно. Будет понятно, для чего этот мятеж в скобках вообще затевался. Он просто пошел не туда. Я рассказал, почему. То есть сбили, сдув, сбили просто несколько бортов. А вот для чего он затевался. Он затевался, если обучать, видно, по некоторым передвижениям в верхушке. Кто сядет на кресла министра обороны. Роман, на этих словах у нас, к сожалению, пошли страшные помехи. Буквально одна минута. Сейчас редактора вас перенаберут, и мы переподключим. Я только добавлю дополнительную информацию, что как будто бы Евгений Пригожин, когда пошел в свой вояж на Москву, то он утверждал, что он не представляет угроз для центральной власти. Говорит, президент пускай занимается своими делами, армия своими делами. А весь его крестовый поход был посвящен министру обороны Шойгу и главе генштаба Герасимова. И вот сейчас российские СМИ сообщают, что вместо Шойгу на посту министра обороны Российской Федерации эту должность может занять Алексей Дюмин. Это тоже еще один очень близкий человек к Путину, его бывший охранник. Дюмин является российским генерал-полковником и губернатором Тульской области с 2016 года. Различные средства массовой информации называют его одним из людей, приближенных, как раз в голове Кремля. Он также был охранником президента с 1999 по 2007 годы. По информации, ряд ресурсов о назначении Дюмина на должность министра обороны РФ могут объявить на следующей неделе. Роман, если отталкиваться от вашей точки зрения того, что все это было заблаговременно продумано и был некий сценарий, который просто в момент оператора этого панциря пошел не по плану, и мы увидели сбитые вертолеты, убитых летчиков. А можно предположить, как тогда в эту канву вшивается идея с тем, что Шойгу может остаться без своей должности? Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что увидели даже фотографии, его сегодня публиковали. Он сильно заменит своими делами. А если его все-таки уберут, то что это будет означать? Нет, так вот если его уберут, это как раз и поставит Дюмина, то есть человека Путина. А это, значит, затеял все Путин для того, чтобы вот так заменить и причем выглядеть очень красиво. Решил вопрос на белом коне с шашкой, порешал всех и вся, убрал коррупцию, поставил своего человека. То есть весь этот процесс был и затеян Путиным как таковым. А если сейчас чуть пойдет все по-другому, если на место премьер-министра будет выбран сын Патрушева, так это тогда не Путин затеял. Это тогда ФСБшники затеяли эту тему. Это Патрушева тогда тема. Или, может быть, ФСБшники просто перехватили или чужими руками, теми же руками Пригожина, хотели решить эту проблему. Потому что здесь будет сейчас понятно от самих действий, то есть от действий, от перестановок в политикуме российском. Ну, по крайней мере, так как все пошло не так, то здесь много положительных моментов для мира, для Украины в том числе. Путин выставил себя, как бы он сейчас не выруливал, как бы он не выруливал с этой ситуацией, он уже выставил себя на посмешище таким идиотиком, который, во-первых, даже испугался в какой-то момент, когда уже все начало вываливаться. Он просто не понял, что происходит. Вот иногда, как бывает, Черный Лебедь, да, то есть Черный Лебедь с фамилией Дмитренко, который на данный момент был оператором «Панциря», поломал всю схему, вся и все, и вся. И опустил из ЧВК Вагнера и Пригожина, который теперь сейчас стал врагом номер один для всего летного состава российских ВКС. Ну и, естественно, из Путина сделали такого болванчика посмешище для всего мира, не смог удержать ситуацию, будучи, или позиционируя себя как какой-то царь. То есть много проблем, много проблем. Один оператор «Панциря» с фамилией Дмитренко создал для Российской Федерации. И, наверное, я так думаю, сейчас это вот очень сильно подтолкнет Российскую империю к развалу. К развалу и сейчас уже начинают появляться заявления, не заявления, по крайней мере, публикации, начинают уже мировые лидеры планировать постразвальное отношение с российской территорией. А значит, это очень хороший знак. Это значит, уже в головах происходит развал, а дальше уже только в действиях. Нормально. То есть Пригожину можно медаль давать какую-нибудь за содействие вооруженных сил Украины, это уж точно. Да, тут важно отметить, что, чтобы сейчас не пыталась говорить официальная кремлевская пропаганда, их чиновники абсолютно весь мир увидел, как Путин испугался, сел в свой самолет и улетел, как он записывал истерическое видеообращение, в котором утверждал о том, что это госизмена и так далее. То есть отмыться от этого, даже если этот сценарий был написан где-то на Первом канале, все равно будет невозможно. Но и в то же время группа Вагнер вчера выдвинулась в направлении складов с ядерным оружием Российской Федерации позавчера. Об этом говорит Легион Свободы России. Колонна состояла из 20 бронемашин, а общее количество вагнеровцев более 100 человек. Они вошли на территорию воинской части и некоторое время ее контролировали. Неизвестно, удалось ли Вагнеровцам захватить тактическое ядерное оружие, но точно известно, что военная авиация уничтожила мосты, соединяющие Воронеж и Бориса Глебск. Тут, знаете, как, Роман, например, те, кто сомневался с самого начала в подлинности похода на Москву, Евгения Пригожина, как, например, оппозиционный политик Илья Пономарев, там одна из теорий, это то, что, как всегда, у Путина есть желание доказать Западу, что он не самый плохой, что ему на смену может прийти еще больше дурачок, который как раз схватится за ядерное оружие, ну а дальше уже держите меня семеро. Вот эта история с тем, что они действительно так впритык находились к воинской части с ядерным оружием. О чем она говорит? Неужели так легко, вот так любой может, да, более-менее большой колонной подойти и захватить это оружие? Ну, точно нет. Дело в том, что ядерным оружием опекается 12 ГУМО, 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. И это люди, которые знают свою задачу, и ни одна колонна там, где они выполняют оборону, охрану и управление этими складами, вряд ли кто-то подошел бы. Я думаю, эта информация, по крайней мере, некорректная. На территории самого хранилища вряд ли находился хоть один посторонний человек. Он будет уничтожен при подходе, при любых раскладах, даже если будет какой-то прямой приказ кого-то пропустить. Такого точно не могло быть. Ну, а как информация для того, чтобы, может быть, кого-то подпугать с одной стороны или дать кому-то в руки дополнительные козыри для выполнения задач или продвижения какой-то темы. Вот это, скорее всего, так и есть. Потому что ядерные все эти страшилки, они Путиным создавались сначала такие информационные дубинки, а потом передавались всяким Салливанам, Бернсам, для того, чтобы можно было по ушам ездить и Байдену, и политикумам стран в страшилках. То есть представление Путина в том числе. Я думаю, это вот такая одна из дубинок информационных, но не более того, действий как таковых, но уж точно нет. Любое проникновение на ядерный объект, однозначно об этом бы знали все разведки мира. И уже сейчас, мы сейчас другой бы тему обговаривали, куда пошло, допустим, ядерное оружие или куда, допустим, прошел какой-то ядерный заряд, ну и т.д. Я не думаю, что это все-таки было действительно сделано, но информационно это вот такой посыл, был завернут, эта конфетка, завернули ее в определенную обертку, и эту конфетку в качестве, может быть, конфетки, может быть, дубинки передали а-ля Бернсу или Салливану, ну вот таким, как они, по крайней мере. Знаете, что здесь интересно, вот на фоне того, что неслось, все делали какие-то заявления, в основном в субботу, и, значит, когда, видимо, уже там долетел в безопасное место Дмитрий Медведев, он написал пост очень странный о том, что, ну вот посмотрите, он чуть ли не призывал Запад защитить властью России, он говорит, ну, если не дай бог сейчас оружие попадет в какие-то руки к сумасшедшему, вот тогда-то он эгэгэй и воспользуется этим оружием, при том, что Дмитрий Медведев является автором множества сумасшедших постов, где ООН угрожал? Украине, Европе, Америке и так далее. Тут, знаете, как теперь сложно разобраться, острее становится вопрос ядерной эскалации или, наоборот, он вообще снимается с порядка дня, потому что, ну, есть предположение, Роман, что для того, чтобы утихомирить российское общество, да, оно не задает вопросы, но оно ведь тоже многое увидело и поняло про своего президента. И вот для того, чтобы вернуть этот авторитет того, что, да нет, мы очень даже жесткие, мы умеем, значит, стоять за своими, за свои слова, что могут воспользоваться тем самым оружием. К чему вы больше склоняетесь? Ну, никто не будет пользоваться ядерным оружием, потому что нет никакого тактического, технического или военного превосходства при применении тактического ядерного оружия. Ну, просто его не существует. Вот пока оно не применено, им можно как-то, им можно, а угрозой применения как-то апеллировать к чему-то или к чего-то пододвигать. Но после его применения все, оно перестает быть таким золотом при расчетах. То есть именно из-за этого никто его применять не будет, иначе рухнет весь миропорядок этих девяти государств, у которых есть ядерное оружие. Девять государств имеют ядерное оружие, вот они этот статус будут оберегать, но он точно рухнет, если кто-нибудь его примерит. Потому я не думаю, что оно будет точно применено. Но это такое разворачивание событий, ну уж точно нет. Ну а дальше, к чему сейчас будут мир разворачивать, пододвигать, и такие в том числе действия, потому что вот уже несется со всех сторон опять информация о неких договорах мирных на июль по нашей ситуации. Уже опять побежали посланцы с мирными предложениями. Ну то есть вот это может быть как раз и была одна из причин, почему отправили там роту в сторону ядерного объекта. Для того, чтобы можно дать было этим людям, которые несут капитуляцию Украины, будут принуждать капитуляцию Украины разными путями, под разными лозунгами, мирными или немирными, неважно. Но это одна из таких информационных дубинок. Не более того, я не думаю, что это что-то другое. Я тогда, знаете, что последний уже вопрос в этой теме, в этом блоке у вас уточните, вот когда вы говорите про то, что нас будут к чему-то склонять, склонить президенты, например, Украины или, не знаю, там какое-то наше командование, можно к чему угодно. Вот прям вот за себя они могут расписаться в любом. Во всем остальном, что нам с вами не понравится, мы с вами представители гражданского общества, здесь с нами договориться Российской Федерации просто не удастся. Вот нет вариаций. Я хочу, чтобы мы с вами сравнили две истории. Но прежде всего скажу, что вооруженное восстание Пригожина не оказало существенного влияния на действия российских войск в Украине. Но при этом мы и увидели, что в середине Российской Федерации не кинулись военные останавливать Пригожина, не кинулось российское общество. То есть что мы с вами в самых разных украинских регионах делали с 24 февраля. Каждый из нас строил блокпосты, мешал коктейли Молотова и так далее. То есть мы встали на защиту своей родины, помимо того, что это сделала наша армия. В России мы вчера увидели, и позавчера точнее, как в Воронеже, в Ростове-на-Дону, наоборот, встречали крайне красочно вагнеровцев, и они, в общем-то, не пытались их остановить. Вот в этой истории, понимаете ли вы, почему они не стали точно так же на защиту Москвы, там вообще не было никакого движения, каких-то других регионов. Все они прошлись достаточно легко. И это еще лично для меня подтверждение того, что Украине или украинскому обществу что-то навязать будет буквально невозможно. Почему россияне никак не реагировали? Потому что россияне уже прекрасно понимают, что это какое... Была какая-то комедия, больше ничего. Да не было военного... То есть вы хотите сказать, что если было как-то по-другому, они прям кинулись, кинулись и начали смотреть. О, а как там хохлы делали свои блокпосты? Нет, я не об этом. Если бы, допустим, со стороны Балтики, стран Балтии, по тому же шоссе пошли с северо-запада, то россияне могли бы этот момент подняться, по крайней мере. А здесь, получается, шоу было изначально, стартово. И это шоу все россияне и поддерживали. Ну, то есть они так относятся к этому. Это состояние души, так сказать. А раз оно было изначально как шоу, и оно с каналов шоу подавалось, Пригожин, ну это ж шоумен, в конце концов, россияне его так и воспринимают. То есть его подача, она больше именно пиарная. Но, естественно, никто его никуда не останавливал. А кто-то захотел на Москву поехать. Ну да ездить, а куда? На рублёку. Да, так и мы тогда с вами поедем. Вот вам цветочки, может, еще съездить покататься. То есть здесь не было в прямом смысле этого слова захвата или какого-то, в прямом смысле, в чистом виде, мятежа или еще чего-то. Никто это так и не воспринял. Как-то в свое время еще при Советском Союзе вопрос, когда решался при развале уже Советского Союза, россияне уже, как Российская Федерация образовывалась, там Украина, ну и т.д. и т.п. Был вопрос, поднимался, о создании границ между, допустим, Украиной и Россией или вообще российских границ. У россиян же нет границ. Были границы при Советском Союзе, вот они остались по внешнему периметру Советского Союза по этим 14 республикам. А Россия свои границы внутри не проводила. Причем по очень интересному, вернее, по интересному посылу. Кому мы надо? Они не ограничиваются даже границами, понимая, что российская территория, Россия, россияне, они просто никому в этом мире не надо. Они в это знают прекрасно. Никто на них нападать не будет, как раз потому, что никто не будет нападать на болото, которое тоже никому не нужно. Вот и весь подход. Потому они не поверили изначально в какое-то нападение. Потому, скорее всего, и россияне, вот ваш сарказм принимаю, так же отношусь, россияне не поднимутся практически ни на что, потому что они понимают, что никто на них нападать не будет, реально не будет. Не нужно никому ни территория, ни люди, ни эта сторона. А вот так как они отнеслись к Пригожину, ну так он же нормальные лозунги вроде как поднял. Опять я же сказал, когда писать методичку, как спетлять с линии фронта и появиться в Африке, и не прослыть дезертиром. Поднять вопрос о коррупции, коррупции в верхах. А где, в каких верхах нет коррупции? Во всем мире, во всех верхах коррупция весь, все в верхи лезут как раз для того, чтобы эту коррупцию возглавить и как-то обогатиться. Другого варианта просто нет. Потому ничего не случилось ни с Пригожиным, ни с россиянами. И сейчас буквально за эту неделю, вот посмотрите, решатся какие-то вопросы с передвижениями. И эту тему вообще забудут. А через две недели будет какая-то другая тема. Принимается. Ну и сейчас российская пропаганда, они во всем обвиняют Запад. Оказывается, это Запад сидел за рулем того самого панциря. Это Запад представляет интересы Пригожно, вагнеровцев и так далее. То есть они там говорят, что все это было придумано для того, чтобы расшатать Российскую Федерацию из середины. Потому что на фронтах полное затишье, нет никаких успехов и вот надо хотя бы что-то сделать. И как гром среди ясного неба, прекрасная новость, которая сегодня появилась, что об этом нам говорит заместитель министра обороны Анна Малер. Равнополие Донецкой области перешел под контроль вооруженных сил Украины. Есть уже и видео, и фотодоказательства. Роман, я всегда пользуюсь вашими профессиональными знаниями. Для меня вот эта карта, я очень сложно понимаю, что это означает. И еще тут, конечно, важно сказать, что вооруженные силы Украины закрепились на левом берегу Днепра. Войска России отступают, чтобы не попасть в окружение. Здесь я уже ориентируюсь, более того, не на украинскую сторону. Об этом говорят российские военкоры. Это происходит в районе Антоновского моста. Вооруженные силы Украины сейчас расширяют плацдарм. Я помню, что вы говорили мне, как только произошла эта трагедия вокруг Каховской ГЭС. Подождите, с военной точки зрения откроется другая перспектива. Открывается ли она уже сейчас? И что такое освобожденное равнополие в Донецкой области? Равнополие, вы видите на карте, это вершина этого выступа, в который россияне зашли в нашу оборону. Мы с двух сторон, с фланговыми ударами, с флангов, их выдавливаем. Причем именно выдавливаем, они уходят. С военной точки зрения они делают правильный ход, так как дальнейшее нахождение в этих точках, если они не для прорыва, оно нецелесообразно. Потому называется выравнивание фронта. И вот наши действия, заходы, они как раз вынуждают россиян отходить. Отходить они будут до Старом Лыновке, это южнее, километров 20 от Великой Новоселки. То есть на основную линию фронта. Да вот то, что мы сейчас делаем по выступу, мы его стачиваем, как рубанок по доске. И вот стачивая, в конце концов, выравниваем фронт между Углидаром и Голейполем. А вот после этого выравнивания фронта, у нас уже не будет никаких проблем, у нас на флангах, когда мы начнем двигаться в сторону Азовского побережья. Пока еще россияне есть в этом выступе, есть такая проблема фланговых ударов уже по нашим войскам. Вот после того, как срежем, можем планировать и выполнять дальнейшие действия из Углидара, из Голейполя, из Голейполя на Бердянск, Углидара на Волноваху и Мариуполь. То есть идет планомерная работа по созданию предпосылок для создания плацдарма в этом районе. А вот уже плацдарм, который на левом берегу, правильно мы с вами тогда говорили, вот действительно помню вечером тогда вопрос этот задали, когда подорвали Каховку. Да, они отсрочили это действие, отсрочили, ну вот на это время, на сколько, на несколько недель, ну на месяц, я по-моему тогда и говорил где-то на месяц, и мы дальше продолжим. То есть, ну они выиграли этот месяц, они выиграли этот месяц, они в течение этого месяца смогли перебросить резервы на запорожское, донецкое направление. Они за этот месяц уже как-то перегруппировались, по крайней мере готовы. И это направление, опять же, Херсонское как-то прикрыть. Но планы никуда не делись, мы как планировали форсирование Днепра, так и его и планируем, и будем выполнять. Но то, что пока сейчас происходит, это еще не форсирование. Это рейдовые атаки нашей разведки, которые происходят постоянно. Иногда удачно, иногда нет, иногда с плацдармами, иногда рейдовом режиме в чистом виде, с отходами, с возвратами. Но это постоянно сейчас будет проводиться. Единственное, что еще до форсирования, ну не раньше, чем неделя-две, потому что Днепр-то в берега вошел, даже чуть сбросился, ну в смысле берега ниже стали. То есть Днепр сейчас обмелел, берега меньше, но пока левый берег, он еще все-таки влажный, мокрый, не готов принимать тяжелую технику. Ну вот такие действия сейчас проводят. Единственное, что россияне от такого рода рейдов сейчас начинают мандражировать, мягко скажем. Хотя такие рейды проводятся, ну последние лет 10. Задача военной разведки – это заход за линию фронта где-то до 30 километров. Разведка, доразведка, корректировка, подготовка плацдарма. Потому пока еще рядовые действия наших разведчиков происходят на левом берегу. И не только в этом месте, по всему течению Днепра такие вещи происходят. Не везде, правда, россияне это просто видят. Или снимают, или как-то могут выложить в сети для того, чтобы засветить. Ну вот это направление в районе, именно вот то, что сейчас россияне подсветили, оно не, так сказать, не основное. Это одно из второстепенных может быть. Там все-таки широкий Днепр. Там Днепр до 30, вернее, до 700 метров, полкилометра уж точно. Есть места, где идет Днепр, с шириной в 300-400 метров. Вот они так более-менее для форсирования удобные. А в этом месте рейдовые атаки очень-очень довольно-таки успешны. Ну что ж, мы, как и всегда, будем наблюдать за тем, куда движутся вооруженные силы Украины и как быстро будут убегать назад домой в Российскую Федерацию российские военные преступники. Потому что, судя по всему, такие попытки революции достаточно не последние там на российских болотах. Им, конечно, лучше охранять свои границы. Роман, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Как всегда, была рада вас видеть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова